МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА При нашем ритме жизни остается мало времени на отдых. В нашей программе вы окунетесь в увлекательный мир путешествий, экстрима, охоты и рыбалки. Еженедельно мы будем переносить вас в самые красивые уголки Казахстана. Прошло 4 месяца с того момента, как я побывал в долине Небесных гор, в Центральном Тяньшань. После первого путешествия в это удивительное место я потерял покой. Каждый день меня преследовала мысль, что мне просто необходимо в ближайшее время вернуться туда, где кажется, что ты находишься на краю света. Субтитры создавал DimaTorzok Улучив момент, мы вместе с моим другом Василием решили еще раз побывать в долине одной из опаснейших рек под названием Сарыжас. На этот раз мы поставили перед собой цель в дикой природе найти удивительно красивое животное – снежного барса. Еще раз довелось убедиться, в каком удивительном краю мы живем. Если на северных экспозициях Терскей-Алатау было по грудь снега, то на южных снега не было вообще. Здесь мы ходим в майках, и нам тепло. Снега меньше, чем лето. Удивительное место. Здесь живут барсы. За перевалом Кумар вид на долину Сарыжаса ничем не отличался от осеннего. Только река замерзла, и то не везде. За Кумаром Сарыжас входит в очень тесный каньон с отвесными скальными прижимами, вдоль которых невозможно пройти не только на лошади, но и пешком. Мы хотим попробовать единственный шанс. Мы хотим пройти по льду зимой. Хотя Сарыжас сейчас не полностью замерз, но вдоль берегов есть ледовые забереги, по которым, возможно, мы сможем продвинуться вдаль. Вот этой вот удивительной горной страны, где никто никогда не был. В кошках по льду идти было совсем нетрудно, но кое-где мы сталкивались с ледяными бастионами, и приходилось прибегать к навыкам скалолазания. Приходилось искать проходы на стенках. Профессиональным альпинистам такая преграда показалась бы несложной, а вот нам пришлось попотеть. И приложить максимум усилий. Иногда приходилось на километр уходить в сторону, по боковым отщелкам, чтобы где-нибудь наверху найти более-менее нормальный проход. Затем снова спускались к реке. Ночевать было комфортно, так как топляка вдоль реки было навалом. Больше всего меня поразил топляк, очевидно занесенный водой на высоте 30-40 метров на склоне. Судя по этим кучам топляка, летом вода здесь поднимается метров к каньоне метров на 20. Это проделки знаменитого озера Мерцбахера. Можно представить, что здесь творилось во время схода озера. У нас с Василием было по два рюкзака на брата. Приходилось челночить. Относишь один рюкзак, возвращаешься за вторым. Учитывая обходы поверху, в день удавалось делать не более 10 километров. На наши бессмысленные подвиги с высоты своего положения с удивлением взирали козероги. Похоже, они не видели еще таких странных, неуклюжих существ. Наверное, им казалось, что мы такие медленные и неуклюжие, что не представляем никакой опасности. На третий день попался самец козерога, вызвавший неподдельное уважение. Увидев нас, он слегка забеспокоился. Возможно, он опасался нас не как охотников, а как конкурентов. Поэтому далеко не убегал, а нервно ерзал по скале метрах в ста. Когда мы пошли дальше, он потерял интерес к таким незначительным персонам, у которых вообще нет рогов. В километрах в 20 от реки отходит живописное и очень богатое ущелье. Мы удивились, почему в таком глухом ущелье, где наверняка никогда не было человека, иначе как на вертолете, козероги забрались на самую верхушку, под 4000 метров. А сейчас мы увидели в большом дубне очень большого козерога. С рогами минимум метр сорок, возможно, больше. В ущелье мы нашли поразительное количество пикапов, останков козерогов, многие из которых были довольно свежими. Можно было бы подумать, что здесь бушевал коту, зудневая чесотка, но если бы популяция была поражена эпизоотией, из сотен встреченных нами козерогов, часть наверняка должна была быть котурной. Но мы визуально не определили ни одного. Масса волчьих следов и экскрементов свидетельствовала о том, что мы попали в элитный волчий ресторан. Волки здесь устроили настоящий геноцид против козерога. Вот и еще вот остаток. Вскоре мы познакомились с этой публикой. Волчица регулярно обходила свой охотничий участок, и на следующий день нам удалось снять ее чуть ближе. Возле реки, где много леса и топляка, ночевать было вполне комфортно. В холодную ночь, когда температура падала до минус 25, мы жгли костер на площадке и палатку ставили на горячую землю. Часа два мучились от жары, потом было в самый раз, а вот под утро все же наступал невыносимый холод. Волки загнали козерогов на самые вершины, почти в невальную зону, и нам пришлось последовать за ними. Без дров ночевать в палатке оказалось не так комфортно. Если погода была солнечная, то ничего страшного. Спальники успевали просохнуть. Но как-то несколько дней стояла пасмурная погода, и спальники отсырели. Ночью палатка изнутри покрывается слоем ини. Спальники сыреют. На второй и на третий день нужно обязательно сушиться. Но если погода пасмурная и нет солнца, то просушиться невозможно. Мы пытались сушить их на горелке, но это оказалось не очень умно. Пришлось бежать вниз к реке и ждать погоды. По субботам мы, конечно, принимали термальные ванны. Температура воды в Радоновом источнике примерно 50 градусов. Райский уголок на краю земли. Это не Анталья, это Сыриджас. 4 февраля. Главной целью нашей экспедиции был все же не козерог, а снежный барс. Поэтому, как только позволила погода, мы снова поднялись на высоту 3800 метров. Следов снежного барса попадалось много. Мы видели их почти каждый день, а вот саму неуловимую кошку никак не удавалось встретить. Вот это вот копки барса. Но не очень свежие. Хотя вот следы мы видим здесь свежие. Надо пройти дальше по склону. Барсы на вершинах, на гребнях холмов, на гребнях хребтов и вдоль троп барсы часто вставляют вот такие вот копки. Таким образом они метят свою территорию, вот эти копки не очень свежие. Но мы видели здесь свежий след барса, мы надеемся найти здесь свежие копки. Вот свежий след барса. Это молодая особь. Он отличается от следа волка округлостью своей и на подушечке. Подушечка разделена на три части. А пальцы, четыре пальца, четыре пальца расположены полукругом, а на подушечке подушечка заметно разделяется на три пальца. Вот более свежая копка в 50 метрах от старой. Вдоль всего гребня метров через 20-30 мы встречаем копки. Видимо вдоль вот этого вот хребта по водоразделу барс метит свою территорию. Как-то в сумерках на гребне хребта мы увидели двух кошек с расстояния в 800 метров. Одна мелькнула и исчезла, прежде чем успели расчехлить камеры, а вторую все же чуть-чуть успели снять. Конечно, скромный результат. Может быть, если бы у нас с собой были видеоловушки, мы могли бы достичь более впечатляющего успеха. Барсы издевались над нами. Несколько раз ночью проходили мимо палаток, но позировать они упорно не хотели. Когда мы уже окончательно утратили надежду еще раз увидеть владыку Кор, он все же снизошел и одарил нас своим презрительным взглядом. Мне этот взгляд запомнился. Я знаю, что некоторые местные жители специально ловят барсов петлями и капканами и продают их шкуры. Я знаю, что многие охотники, хотя специально и не ловят барсов, но если его случайно встретят, не упустят шанса забрать. Многие из них во всем остальном хорошие и добрые люди. Может быть, они встречают гостей хлебом с солью, любят своих детей и не предают товарищей. Но для меня они враги. Я не испытываю к ним личной неприязни. Но я хочу, чтобы каждый человек, убивший барса, отсидел в тюрьме положенный срок. Лет 10 назад мой друг, таксидермист Ренат Сибгатулин сказал мне, что через черный рынок Алматы ежегодно проходит десяток шкур снежного барса. По мнению известного эксперта Сноу Леопард Траст Евгения Кашкарева, много лет изучавшего барсов в горах Центрального Тяньшаня, численность барсов сократилась в Кыргызстане, за последние 20 лет с полутора тысяч особей до 150. В Казахстане по отдельным экспертным оценкам осталось не более 100 барсов. мы очень быстро привыкли к хорошим машинам, к интернету, поездкам в Европу, научились говорить на иностранных языках и носить модные костюмы. Но по-настоящему цивилизованными людьми мы станем тогда, когда перестанем подавать руку современным нендертальцам, уровень развития которых не позволяет им понять, как это стыдно, убивать и держать у себя дома шкуру вымирающего символа своей собственной страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова